Сарга 58. История о Суракху. Учение Мандави. Васиштха продолжил. В этой связи я расскажу тебе древнюю, удивительную легенду о Суракху, правители страны Керада. Есть такая горная гряда на севере в Гималаях, как будто сделанная из камфоры, освещенная смехом шилы и залитая холодным лунным светом. Среди этих гималайских хребтов есть гора под названием Парвата, и если бы не самый высокий гималайский пик, она главенцовала бы над другими горами. Она была прекрасна, как обитель Вишну в океане молока, как небеса Индры, как лотосное жилище Абрахмы и снежные уделы Шивы. Там качались священные деревья Рудракша и порхали прекрасные нимфы Абсары, и гриво блистали драгоценные камни, многочисленные как волны в океане. Счастливые, беззаботные обитатели напоминали собой опавшие цветы Ашоки, распускающиеся под ногами игривых стаек небесных красавиц. Сам Шива бродил здесь по склонам, усеянным драгоценными лунными камнями среди падающих и дробящихся водопадов. Со своими раскинувшимися густыми рощами, лианами, деревьями, травами, озерами, прудами, ручьями и реками, с бесчисленными живыми существами и стадами оленей, это место напоминало настоящую Вселенную. На равнине страны Керата у подножия этой коры жили люди, называемые Хемаджата, напоминающие муравьев у корней огромного баньяна. Как дикие совы, они жили, полагаясь на окружавшие их леса на склонах Кайласа, используя плоды и древесину, родракш и прочих растений. Их предводителем был прекрасно душный король, победивший врагов. Подобной руки богини Победы, добрый для своих людей. Его звали Сураку. Он был силен, при нем гордость его врагов пропадала. Он был могущественен, как солнце, и быстр, как воплощение ветра. Его королевские богатства превосходили богатство Куберы. Мудрость превосходила мудрость Индры. Достижения в поэзии были выше, чем у учителя Демонов. В кругу своих королевских забот, раздавая по заслугам наказания и награды, он был неутомим, подобно солнцу, ежедневно совершающему свой путь. Через некоторое время радости и печали, порожденные этими делами, изменили его характер, поймав его в своей сети, как птицу. Зачем я причиняю страдания своим гражданам, своим правлением, как масличный пресс заставляет страдать семена кунжута? Я ощущаю боль всех существ, как свою собственную. Я должен дать им богатство, чтобы они были счастливы. Как был бы полностью счастлив в таком случае, я сам. Достаточно строгостей с моей стороны, но если я не буду наказывать зло, то жители моей страны не смогут жить в мире, как без дождей пересыхает пруд. Получается, что наказание зла – это необходимость во благо. Увы, награждая, я сам становлюсь счастливым, наказывая – я сам страдаю. Так разум короля блуждал в раздумьях и не мог остановиться, подобно попавшему водоворот существу. Однажды к его дому прибыл мудрец Мандавия, как будто народа, бродя повсюду среди гор и лесов, заглянул в гости к Индри. Суракху поклонился великому мудрецу и попросил срубить турное дерево своего сомнения топором своего всезнания. Суракху сказал, «О, мудрец! Твое прибытие ко мне принесло мне такое же блаженство, какое доставляет весна всей земле. О, мастер! Сегодня я чувствую себя осыпанным богатствами и расцветаю от твоего упавшего на меня взгляда, как лотос от лучей солнца. Убхагон, знающий всю истину и пребывающий в спокойствии высшего состояния, уничтожь мое сомнение, как солнце разгоняет тьму. Пока серьезное сомнение не уничтожено, оно вызывает боль. Мудрый называет само сомнение болью. Волнение, возникающие у меня вследствие раздаваемых мной наказаний и наград, раздирают мое сердце, как львы рвут на части слона. О, мудрый! Молю! Из сострадания Помоги мне достичь равновесия сияющего солнца, всегда находящегося в спокойствии. Мондавья ответил. О, король! Слабости ума пропадают, подобно тающему снегу, в результате собственных усилий, твердости и верного подхода в самопознании. Желание действительно познать собственную природу утоляет внутренний жар разума, как приход осени разгоняет густые туманы. Необходимо постоянно вопрошать в своем разуме, что это за мысли, чувства и ощущения, возникающие во мне. Исследуй в себе, кто я, что это вокруг, что такое рождение и смерть. С помощью таких вопросов твой разум станет чистым и тонким. С помощью такого исследования понимается истина самого себя, и тогда ни радости, ни страдания, возникающие в разуме, не смогут побеспокоить тебя. Разум, оставив свои волнения и страдания, возвращается к изначальному спокойствию, как волна в океане, оставив свою форму, возвращается к изначальной природе воды. Разум, пребывая в своей изначальной природе, оставит свои сомнения и освободится от собственных загрязнений, как весь мир очищается в конце творения. Даже успешные и богатые люди для тебя станут достойными сочувствия, когда ты познаешь истину и успокоишься, как для мудрых старцев молодежь достойна сострадания. О, король! Видение бесконечного чистого сознания, которому приходишь с помощью лампы развлечения, великолепнее и величественнее, чем высочайшая гора миру, мировой океан и все небеса. Оно дарует высочайшую цель человеческого существования. Когда ты достигнешь чистоты и величия, твой разум, о мудрый, не попадется больше водовороты этого мира, как слон не может утонуть в небольшой луже. О, король! Только мелкий разум тонет в своих проблемах и заботах, как дряхлый комар тонет в отпечатке копыта теленка, наполненным дождевой водой. Слабый, несчастный разум из-за своих склонностей и привязанностей к материальным объектам копошится в грязи беспокойств, как червь в навозе. О, могучий! Разум оставляет все свои привязанности, когда видит высшее, и тогда остается только чистое, бескраничное сознание. Очищение золотой руды продолжается, пока не остается одно лишь только золото, и видение мира продолжается, пока не достигается видение высшего сознания. Только оставив все концепции, понятия и точки зрения, все всегда во всем без исключения, только тогда осознается собственная природа самого себя. Пока все не оставлено, невозможно достичь истины, когда оставлено абсолютно все то, что остается, и есть истинное я, чистое сознание. И в обычной жизни не достигнешь желаемого, пока не оставишь другое, а уж как достичь чистого сознания, не распрощавшись с материальным, о мудрый. Когда стремишься опознать самого себя с помощью чистого, бескраничного сознания, оставив все остальные усилия, тогда достигается только это чистое сознание и ничто иное, о король. Ибо чтобы осознать собственную природу чистого сознания, все должно быть оставлено, и когда не остается того, что может быть оставлено, это и есть высочайшее состояние. Вся последовательность причин и следствий раскрывается в этом мире, как обилие его объектов, когда оставлено все и оставлен разум, все его понятия растворяются в едином, недвойственном сознании. Этим заканчивается Сарга 58. История о Сураку. Учение Мандави. Книги 5. Об окончании. Маха Рамаяна Шри Ивасиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике.